Приветствую вас и попробую вам помочь. Скажу сразу, что многие мамы, многие родители, вообще говоря, довольно негативно воспринимают, когда им психолог говорит что-то, связанное с его ребенком, но при этом не то, что ему бы понравилось. Поэтому заранее прошу у вас прощения, если вам показывают то, что я говорю, ну, плохим, личным, неадекватным и так далее. Поверьте, я хочу вам помочь и хочу помочь вашему сыну. Надеюсь на ваше понимание. Итак, первое, что нужно сделать, это перестать мыслить в формате «мы». «Мы» это означает слияние вас с ребенком. Когда человек говорит «мы», это значит, он как бы не разграничивает себя и своего малыша, своего ребенка. У вас почти взрослый человек, 16 лет по нынешним меркам, это уже взрослый мужчин, а вы до сих пор говорите «мы». Ну, вот это первая большая проблема. Думаю, что вам нужно давать своему ребенку, вообще-то говоря, больше самостоятельности, больше свободы. Не надо никуда его выгонять, не надо опекать его, нужно, особенно сейчас, подгонять в плане учебы. Но нужно организовать систему мотивов. О системе мотивов я вам расскажу немножечко позже. А сейчас хотел бы сказать по поводу того, что еще. Конечно, в идеальном варианте лучше всего показать бы подростка детского психолога. Детский психолог как бы непосредственно занимаясь с ребенком, помог бы ему преодолеть свои проблемы, помог бы ему как-то найти себя, можно сказать, да, и пересмотреть свое положение. Следующее – это активное взаимодействие подростка с тем, чье поведение вызывало бы у него восхищение. Желание равняться на него, желание быть таким, как он. Это очень важно. Важно, чтобы у человека было в наличии вот необходимость соперничеству. Желание доказать кому-то, ну я имею ввиду мужчине, да, например, что он может, что он достоин, что он сильный, что он справится и так далее. Без стимулирования вот этого вот чувства соперничества, ну оно необходимо. Без него не получится никак заинтересовать вашего ребенка в чем бы то ни было. Соперничество изначально проявляется в виде игры и поскольку ваш ребенок играет в амбитерные игры, то полагаю его соперничество перенеслось в мир виртуально. Но виртуальный мир это конечно не реальный мир. И вот задача по переносу соперничества в мир реальный, связанных с тем, чтобы определить, а что собственно говоря ребенку интересно. что его сейчас интересует. И вообще говоря, как бы качество игр, сами игры могли бы помочь в определении этого. И собственно подробный расспрос ребенка, вот почему он играет в игры, что ему там нравится, так, чтобы дал направление к тому, куда желательно двигаться для того, чтобы помочь мальчику обрести себя. Теперь все касается мотивов. Видите ли, если вы помогаете или вы как-то заставляете его делать уроки и учиться, то ребенок чувствует, что за него все определено. У него все известно, все предсказуемо, то есть вот он выучился там в школе, потом вы определите его куда-нибудь в университет и после этого он там будет что-то делать еще. О будущем и вообще о своей ответственности за жизнь. Ему беспокоиться это вообще-то не надо, потому что у него есть вы. И вот это большая проблема. Уже сейчас можно и нужно вести себя следующим образом. Не ругаться с ним, не скандалить, не принуждать, не требовать. Общаться с ним на равномерной основе, на основе, собственно говоря, ну, полноценного партнерского диалога, но только так, чтобы человек видел, что если он что-то делает, он что-то получает. А если он чего-то не делает, то он чего-то не получает. Каких-то благ, например, там, игр, новых игр, я имею в виду. Например, там, кто-нибудь еще, хоть-нибудь ограничить ему игру в компьютер или вообще там играют. Но при этом вы с ним общаетесь нормально и адекватно и разговариваете с ним также, не срываетесь на ссоры, не срываетесь на какие-то получения. То есть, тут просто один раз сказали, что вот так, я вот вижу, что ты много времени уделяешь играм, ты не хочешь делать ничего положительного, ничего конструктивного и при этом занимаешься только развлечениями, пассивными и так далее. Соответственно, вам надо сказать ему, что вы беспокоитесь за него и с этого времени, с этого дня вы объявляете вот такое вот правило, что если человек делает что-то хорошее, допустим, учится там хорошо и так далее, то вы даете ему, допустим, там, поиграть. Если он не учится, то, соответственно, вы ему не даете. При этом, как бы никаких ссор, ничего не будет, то есть вы будете продолжать с ним общаться. И дайте ему почувствовать, дайте ему ощутить вот эту вот свободу, эффект от своих действий, осознание того, что в результате его определенных поступков наступит ответственность. Ответственность за них. И вот когда эта ответственность осознает человека, ну, он и будет проявлять ту активность, которая сейчас наиболее для него возможна. То есть вот в пределах своих возможностей человек и будет вести себя так, как он может. Чтобы активность была больше, чтобы взаимодействие с людьми было больше, нужно разбираться в комплексах. Комплексы сами постепенно никуда не уйдут. И делать это через вас нельзя. Ему самому нужно показаться психологу и, собственно, тогда вообще с ним разбираться, детским психологом. Соответственно, сама среда, среда девочек тоже не самая лучшая, потому что, ну, понятно, что всего четыре мальчика. Это очень мало для того, чтобы ребенок мог воспитывать вот себя именно в среде вот таких, как он. Чтобы мог как-то реализовать себя. И я понимаю, что менять класс вы вряд ли будете, но, по крайней мере, стимулировать его на соперничество, еще раз повторю, очень нужно. Ну и в заключение хочу сказать, что, безусловно, я вам не помог решить проблему. Потому что проблема не у вас, проблема у вашего ребенка. И до тех пор, пока вы будете оставлять все, как есть, вот как есть сейчас, проблема не решится. Одной проблемы, то есть одной работы с детским психологом, ему будет мало. Будем, чтобы еще и вы тоже свое поведение изменили, и отношение к нему тоже поменяли. Чтобы дали почувствовать ему, что он уже самостоятельная личность, что он уже готов к тому, чтобы быть самостоятельным. Это действительно так. Потому что вопрос, который начинает спор, рост, подготовка, рост. А вы, чрезмерной опекой, не даете ему сейчас никак себя проявлять. И я понимаю, что вы хотите ему добро. Просто, в данном случае, это человеку идет, к сожалению, во вред. Вот и все. На этом, думаю, можно закончить. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. У funcionного? ПОДАЛЬСКАЯ ТЕКСюмур